МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро! Правильно ли я попал в прямая линия с помощником президента? Да, совершенно верно. Як и заусёды же хары региона звертались с самыми набалелыми пытаниями. Ворошение особных максимума только на узроне державы. Это, например, пенсийная реформа або вертание советских укладов, некоторые просили садзенничания у праца уладкованец и допомоги у ремонта дорог на улице у приватным секторам. Не засталася без уваги тема «Аховы здоровья». У приватности проблема вертания группы по инвалидности альбоя еп призначення. Телефанование поступали от же хара у многих районов области и Гомеля. Кожного человека Юрий Шулейко уважливо выслухал и пообяцал разобраться с усими просьбами и скаргами в ближайшие дни за делом отказных службов. Мы всегда стараемся входить в любую ситуацию, даже если это повторные вопросы. И я всегда об этом говорю, что если мы можем помочь быстро, мы помогаем. Если нужно разобраться детально, то мы разбираемся. Как сделать Гомель безопасным для всех худельников дорожного руха? Что для этого уже сделано и что еще нужно? Это пытание стали головными на сегодняшнем посяжении Гомельского гарвоконкама. О турникетах, уздох дорог, велодорожках и шведском опыте. Сюжет Ганны Ковалевой. С начала года у Гомеля означается видовочное снижение количества ДТЗ. Поменьшилась и личность суммой статистики. Выпадка травматизма на дороге стала в десятки разов меньше. А вот сколько загибших держится на одном из ровней. Меркующие поселительные статистицы – малогоноровое первое место по аварийности займает Советский район. Там все лета отбылся 34 ДТЗ. Следом, где центральная из личбы – 28. На три здара не меньше зафиксовано в Чигуночном районе. А вот наибольшь безопасным по статистице заявляется Новобелецкий. Дорогие части за все ДТЗ на улице Гомеля все лета сдарались за порушение правилов проезда пешеходных переходов. Как таких выпадков было, как много меньше, в городе принимается целый комплекс мер. Вот им лико усталевание огороджев уздош автодорог. Робить это почали не так давно, однако эффект стал бачный вельми худко. Где появится, это планируется в любом случае установка по разным улицам, в зависимости еще от участков, вблизи остановок общественного транспорта, где присутствует большое притяжение граждан, в первую очередь. Поэтому места определены – это улицы Багнала-Хмельницкого, Барыкина, проспект Космонавтов, Советская. Дорогие, есть официальный список потребований, выполнение которых позволит сохранить безопасность дорожного движения в Гомеле. Выники и планы по реализации этих мероприемств обмерковали на посажении Гомельского гор-выконкама. Сейчас в документе 34 пункты. Все лета целиком, альбо частково удалось выполнить только 24 из них. Причина – недоход финансовых сроков. Выполнение остальных – период на наступный год. Среди сделанных установок огороджев на 8 улицах. Осношение больше, как полсотни переходов с додатковым осветлением. Реконструкция улиц с их поширением. Огороджены были и пропонованы на наступный год. Так, супрационники ДАИ выказали свои идеи об том, как сделать Гомель больше безопасным. Пропонул целый спис на трех сторонках. Многое сусветного в опыту. Например, створение специальной транспортной просторы для велосипедистов. Мы изучали опыт, выезжали в командировку Швеции. Вот эта страна, которая достигла того уровня, у них самая низкая смертность на дорогах. И меньше всего дорожно-транспортных происшествий. Значит, мы изучили этот опыт, опыт работы наших коллег в Швеции. И вот основной их упор, они привели глубокий анализ, это пешеходы и велосипедисты. Поэтому у них велодорожки. И хотелось бы такой опыт, конечно, и к нам. Мы будем это предлагать, будем изучать возможность установки велосипедных дорожек в нашем городе. Ганна Ковалева, Александр Харлам, по Утелерадео, компания «Гомель». Застается еще додать, что с первого снежня по первого соковика за летнюю гуму да и будешь штрафовать. Тому не варто забывать про свою безпеку. Усе водители с этого дня обвязаны изменить шины на зимовые. Варто проконтролировать и вышиню малюнка протектора шин. Она должна быть не меньше за 4 мм. Сегодня обмерковать стан утримания республиканских автодорог можно будет подчас промога эфиру программы «Диалог». На питание откажет генеральный директор Руб Гомель-Аутодар Игорь Матвецов. Долучайтесь до разговора и вы. Глядите «Диалог» на телеканале «Беларусь-Чатыры» сёння у 19.01.20 хвилин. Номер телефона у студии 34.00.43. До инших тем. С первого снежня у Беларуси некоторым бюджетникам повышают старифные оклады, до яких привязана их заработная плата. По прогнозам зарплаты у середня вырастут на 7%. Такое повышение распавсюдится на работников социальной сферы и сферы культуры. Поднимут зарплату и молодшему медперсоналу удерж установок аховы здоровья. Декрет об развитии предпринимательства стал ключевым документом с пакета нормативных правовых актов по поляпшению бизнес-климату Украины. Про усе нюансы ягодзейня сёння пойдёт размову о программе «Экономичный огляд» серот инших новинов. 16 шмат поверховок побудуют всё лето в Гомельской области, дякуючи адресному субсидированию згодно с указом номер 240 и так само в выпуску. Беларуси могут отримать квитанцию на оплату коммунальных послуг не только в паперовом формате, але и в электронном. Глядите «Экономичный огляд» сёння на телеканале «Беларусь4» Гомель у 20 годин 20 хвилин. Напереды дня юристов Гомеля отбывся урочистый сход. У областный драматичный театр запросили каля 400 супрацовников этой сферы. Профессия юриста шматгранная и она объединяет специалистов разных сфер деяностей. Судзев, адвокатов, прокуроров, нотарусов, работников правооховных органов и новоковцев-правознавцев. И каждый из них уносит свой уклад в формирование правового осяродя, подтримание у громадской законности и правопорадку. Для всех присутствующих был организованный святочный концерт. Лепшие сопрацовники сферы юриспруденции за свою пленную работу и профессийные поспехи отримали гоноровые грамоты и дипломы. Кто-то помогает людям, общаясь с ними, как адвокаты, защищая чьи-то интересы. Судья разрешает споры и старается быть независимым в своей профессии. Ну, юристы, они на своих предприятиях оставят интересы в своих предприятиях. Я им желаю всем добра, мира, успехов на работе, понимания в семьях, всего им самого лучшего, им и их семьям близким. Протягиваем выпуск. Сегодня означается «Сусветный день профилактики СНИД». У Гомельской области до этого дня организовали тематические акции, выставы и круглые столы. Отзначим, по воде опошенных дадзинах в регионе проживает больше за 7 тысяч человек с вич-становочным статусом. В этом году зарегистрировано около 600 новых случаев. До речи, показывая захворение на вич-инфекцию селета в нашем регионе, снизился на 7%. Чтобы поддерживать эту тенденцию, сегодня об распосуденности и профилактике захворения кажутся открыты на многих громадских пляцовках. Одной из них стал Гомельский медицинский колледж. Там побывали наши корреспонденты. На один день у выхода Гомельский медколледж открыли для всех жадающих. У день боротьбы со СНИДом тут у першиню провели информационно-профилактичную акцию у незвычайном формате. Актовая зала стала импровизованной аллеей «АнтисНИД». Тут разместилось и некольки пляцовок. На первой наведывальникам пропоновали пройти экспресс-тестирование на вич. На другой – сгулять у тематичное лото и отримать информационные буклеты. На третьей пропоновали альтернативы нездоровому ладу життя – занятки рукоделем, фитнесом альбо хореографией. Для аматоров интеллектуальных гульня упадрихтовали викторину, за правильные отказы у якой уручали призы. Особный стол заставлены мягкими цацками, які принесли наведывальники колледжа. Обзборы было обвешено заходе. Собранная будя выставлена на мини-аукцион, а отриманные сродки – пераличать на лечение детей, які живут со статусом ВИЧ. Я принес эту игрушку со своего дома. Все учащиеся медицинского колледжа захотели поучаствовать в этой акции. Мы очень любим помогать людям. Мы очень добрыми душой, нас этому учат, что нам необходимо помогать людям. Дарычи идею навученца у колледжа провести такую акцию подтримали громадские объединяний, процтовники сферы аховы здоровья, адукации, многие службы и ведомства. В этот день у медколледжа и они собрались за круглым столом, чтобы обмерковать оперативную обстановку у регионе и обменяться в опытам. У нас, у славянских народов, всегда было принято, что в одиночку с бедой мы не боремся, что важно здесь объединить усилия и той самой толокой, всем вместе пытаться эту беду преодолеть. И очень важно участие в этом и государственных организаций, и общественных организаций, и неравнодушных граждан. Очень важная задача вырастить здоровое поколение, которое будет резистентно ко всем вот этим вредным привычкам, которое будет мотивировано к ведению здорового образа жизни, которое будет знать и уметь, как жить самим и как преподносить другим эту информацию. Подчас семинара было огучено, что в Гомельской области назираются снижения в зрою захворывания. При этом повышается эффективность диагностики. Даречь и проверить свой статус сегодня может каждый, навод не наведываючи медицинскую установу. Набор для экспресс-тестирования по слене можно набыть у аптекции. Ганна Ковалева, Наталья Игнатенко, Александр Харлампов. Телерадио компания «Гомель». До нас им кливо наближается головное зимовое свято. Новый год. Я хоть шакают и дети, и дорослые. А установы культуры региона ведут активную подрыхтовку до встречи своих гостей. Гомельский областный драматичный театр рыхтуется порадовать юных глядашов каской «Лятучий корабель» по мотивах вядомого мультипликационного фильма. На сцене разгорнется грандиозное шоу с великой колькостью декораций, костюмов и первого особления. Святочный спектакль будет сопровожаться музычными и хореографичными номерами, а так само светловыми спецэффектами. «А я не хочу, не хочу порошок, а я по любви, по любви хочу, свободу, свободу мне дайте свободу, я птицей высу лечу». По час прогляду спектакля «Лятучий корабель» юные театралы сустренятся с простодушным Иваном и капрызной царевной забавой, с наивным царом и хитрым полканом, а так само веселым хором бабок-ежек и загадковым водяником. Постановка подается, как вершаванное оповядание, и уздымает спрадвечно актуальные темы – добра и зла, человеческих почутцев, относинов до людей. У музычном наполнении новогодней казки выкористаны не только ведомые композиции советского мультфильма, але и сучасные хиты. Гамельчане привезли из Могилева у Знагороды фестивалю творчества инвалидов союзной державы «Разом мы сможем больше». Форум проходил в Беларуси в Першиню, им приняли в дел делегации из всех областей нашей республики и шести регионов России. За перемогу в десяти номинациях споборничали больше за 300 человек. Дипломы третьей ступени отримали Петр и Татьяна Шалимовы в номинации «Хореография». И Александр покатила в выявленном остатстве. Диплом другой ступени у номинации «Жестовые спевы» у Антонины Маскалёвой. Максим Брылевич стал ладальником одразу «Дзвюху Знагород». Дипломы другой ступени у театральным жанры и первой у оригинальным за номер «Клаунада». И на этом наш выпуск завершенный. Далее у эфиры «Спортивный огляд» с новинами спорта вас познаемить Максим Савин.